Всем привет! Я тут на Хабре нашел статейку, называется HackMe на TryHackMe. В общем, небезопасное изучение инфобезопасности на известной платформе. Ну, в общем, здесь рассказываются проуязвимости самой платформы TryHackMe. И смысл как бы в том, что не стоит использовать дефолтные логин и пароль на своих, так сказать, кали или парот УС. То есть кали-кали, рут-тур, юзер-тур. В общем, меняйте дефолтные пароли на что-нибудь другое. Да. В общем, такая вот интересная статейка. Я тут ее не без интереса почитал. Вот. Ну, что ж поделать, что ж поделать. Как бы никто не идеален. Никто не идеален. Может быть, оставлю где-нибудь в описании ролика. Возможно, кому-нибудь пригодится. А сегодня я буду проходить комнату Overpass 2 Hack. На этот раз тут не нужно самому ничего взламывать. Как бы все уже взломали до нас. Да. Все уже украдено до нас, как говорилось в одном фильме. Вот. Здесь нужно разобраться, так сказать, что произошло. Для этого нам нужен файлик. Мы его скачаем. Это Overpass Pickup. То есть, ну, понятное дело, что это файл для Wireshark программы. То есть, там мы будем анализировать пакеты. Что да как. Также напоминаю, что нужно обязательно подписаться на мой канал, на мой Twitch, где я периодически стримлю аж для целого нуля зрителей. Да. Потому что большинство людей приходит только, чтобы спросить, а что это ты делаешь? Это у тебя Kali Linux, да? Вот. И пойти дальше смотреть на стримерш в бассейне. Поэтому подписывайтесь, так сказать. Вот. Ну что ж. Откроем, наверное, Wireshark. Open. Где этот файлик. И будем смотреть, что да как. Во-первых, тут сразу же задаются вопросы, да? Какой URL использовался для загрузки Reverse Shell? Как видите, я комнату уже проходил. Так что я просто пробегусь по основным моментам. Так будет побыстрее. Здесь большое количество всяких пакетов. По идее, неплохо было бы их как-то отсортировать. Но вот у нас, например, есть там TCP, HTTP. Мы можем легко отсортировать, например, HTTP. Пожалуйста. И теперь у нас будут только пакеты, так сказать, с веб-сервера. Вот мы можем посмотреть, что да как. Вот, например, идет сразу так. Development Upload PHP. То есть есть некая страница, видимо, development. На ней есть скрипт Upload PHP. Ну, вероятно, это форма для загрузки чего бы то ни было. И вот через какое-то время мы можем посмотреть, что здесь уже появляется Development Upload Payload PHP. Вероятно, злоумышленник загрузил какой-то Payload. Так, ну, это мы сейчас разберемся, что да как. Так. Ага. Так, заодно, наверное, я открою все-таки этот сайт. Мне интересно посмотреть. Дело в том, что комната называется Overpass 2. Дело в том, что есть комната просто Overpass. Это история про разработчиков. Да, их тут взломали. Hacked by Cactus Clan. Cactus Clan. Блин, опасное название. Опасное название. Так, защищайте свой сервер лучше. Да, вот огурец какой-то. Я не знаю, это огурец или что это. Так. About About us, по идее, должно остаться, если я не ошибаюсь. Да. В общем, это какие-то студентики, которые придумали программу для сохранения паролей с каким-то секретным алгоритмом шифрования. На самом деле, этот алгоритм всего лишь ROT47. И с этим связана комната Overpass, так сказать, один. А теперь их взломали. Вот. Такие вот у них проблемы, короче. Здесь, кстати, есть, по-моему, downloads. 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 Или, по-моему, downloads. Ну-ка. Да, здесь можно скачать вот эту программу Overpass для винды. Вот, source code. Это все использовалось в предыдущей комнате Overpass. Вот. А теперь этих чуваков взломали, к сожалению. Нам надо разобраться, как это было, как это все провернули. Во-первых, мы можем узнать, что это каталог development. Вот из этих пакетов, которые мы отфильтровали. Вот. Постом что-то там отправляется. Так. Надо как-то это все развернуть нормально, чтобы мне было видно. Тем более... Так. Значит, это development. Мы это знаем. Каталог development. В нем upload.php. Мы, кстати, можем проверить, что сейчас такого каталога просто нет. Development. Да, not found. И никакого upload.php. тоже нет. Но это все, короче, было почищено. Идем дальше. What payload did the attacker use to gain access? Какой payload использовали для получения доступа? На самом деле, мы здесь можем вот на этой же странице post developing upload.php поискать, что там было загружено. Вот, например, media type. и здесь у нас как раз некая application php. И мы можем посмотреть, что это php exec, что-то там удаляется. Давайте я скопирую. Так. s printable text, по-моему, можно скопировать. Какой-нибудь вот сюда, допустим. Так, немного многовато я скопировал, лишнее удалим. вот так выглядит payload. То есть, в данном случае это у нас bin.sh, netcat, вот у нас есть IP, это IP, видимо, злоумышленника. И вот нас будет интересовать в дальнейшем порт. То есть, он открыл reverse shell на вот этом вот порту. Мы его потом тоже посмотрим. Думаю, там тоже что-то интересное. Ответ нужно просто поставить вот этот payload целиком. Какой пароль использовал атакующий для повышения привилегий? Так, посмотрим здесь. Netcat reverse shell transmits everything in plain text. Да. По идее, мы можем посмотреть, что было там дальше. На самом деле, ничего особенного. Здесь дальше мы можем посмотреть, как он загрузил собственно deface вот этого сайта несчастного. Вот. вот. Например, например, лол hacked, hacked by куктус клан, короче, и так далее. Картиночки. То есть, вот у нас тут страничка с deface, собственно, которая сейчас на главной странице сайта. Вот. Ну, ладно. Давайте попробуем. Нам нужен, по идее, TCP порт. вот у меня тут с предыдущего прохождения. Вот. TCP порт 4242. То есть, сейчас мы будем фильтровать только то, что было на этом порту. То есть, это, по идее, netcat. Нас интересуют вот пуш в основном. Пакеты пуш. Они будут передавать самое важное. так. Начинаем просто просматривать. Так. Наверное, надо как-то это все по номеру пакета отфильтровать. 3450. Так. вот самого раннего. Так. Ага. Так. BIN. SSH. Так. BIN. SSH. Так. Идем дальше. ID. Так. Человек узнает свой ID. Вот это вывод команды. Идем дальше. Так. Здесь он спавнит с помощью питона BIN.Bush. То есть, он пытается получить интерактивный shell. То есть, сделать shell, который он получил с помощью netcat, более стабильным. Так. Это, короче, каталог VAR VVV Development Uploads. То есть, он узнает, в каком каталоге он находится, видимо. LS LA. Так. Ага. Вот, собственно, что, что находится в каталоге. вот у него payload php, который он загрузил, он смотрит. Так. Идем дальше. Cut over pass. Ага. Это я не знаю, что такое. Sue James. То есть, он пытается стать пользователем James. Sue James. Ну, и что дальше? Его спрашивают пароль. То есть, он пытается стать James. И вот, собственно, слово, которое, собственно, является паролем. Мы это можем потом еще проверить. В общем, нам нужно вот это вот. 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 это у нас, видимо, получается пароль, потому что именно его он ввел. Так. Ну, действительно, это так. How did the attacker establish persistence? То есть, каким образом он обеспечил себе, так сказать, постоянный доступ на сервер? Сейчас посмотрим. Так. В общем, чувак, видимо, ввел этот пароль, стал Джеймсом. Так. Джеймс. Он переходит в его домашний каталог. Так. Sudo L команда. Так. Здесь что-то он неправильно ввел, походу. еще раз вводит sudo L. Его просят ввести пароль. Так. Еще раз та же самая строка. То есть, это точно его пароль. Он его вводит. Ага. Так. Мы можем убедиться, что как текст. Ну-ка. Очень интересный вывод у команды sudo L, как видим. он может выполнять любые команды, видимо, от имени рута. Вот. User James может выполнять от имени рута. То есть, мы можем набрать просто sudo и выполнять любые команды. Интересно, интересно, интересно. Так. Что же он будет делать? Ага. Он делает sudo cat etk shadow. То есть, он просто читает файл с паролями. Так. Вот этот файл. Как printable текст его скопируем. Так. Оставим только вот эти записи. Раз, два, три, четыре. Здесь пять пользователей и хэши. Окей. Так. Посмотрим дальше. Ага. Git clone и вот этот адрес. Копируем. То есть, он посмотрел пароли. Git clone https ssh backdoor. Интересно, интересно. так, идем дальше. Дальше он переходит в каталог. Так. Так, это что такое? Unpacking object. 55%. 11. 16. Так. Ну, это по ходу скачивания происходит. 50. Так. Я проскипаю, проскипаю, проскипаю. 90%. 100. Ага. Вот здесь он точно уже переходит в каталог SSH backdoor. SSH keygen. Так, он генерирует публичные, короче, и приватные ключи RCA. Так. Ага. В каталоге homejames.ssh id RCA. У него что-то будет, видимо. Так. Passphrase. Ну-ка, что он в качестве passphrase использует? Походу, ничего. То есть, без passphrase. Хорошо. Так. Так, ваш публичный ключ сохранен. Замечательно. Так. Он устанавливает права на исполнение файлу backdoor. backdoor. Так. Ага. Так, и выполняет dot slash backdoor, и дальше указывает какую-то опцию. И вот здесь непонятно, что это такое. Давайте тоже скопируем as printable text. Может быть, пригодится. Так. Ага. Ага. И мы видим, что SSH что-то там started на порту 2222. 2222. Тоже как printable text. Я скопирую. Так, лишнее убираем. Ну и по идее все. По идее больше тут ничего нет. То есть в этом файле мы по идее все просмотрели. Давайте посмотрим, на какие вопросы мы можем дать ответы. Ну, во-первых, с помощью чего атакующий сделал доступ? С помощью SSH backdoor. У нас есть ссылка на этот GitHub, поэтому мы можем просто написать этот адрес. вот. Используя словарик, сколько паролей вы можете взломать? Ну, на самом деле здесь ничего сложного. Вы можете просто использовать John the Reaper для этих целей. Я не буду уж показывать, потому что я уже показывал. То есть это обычная команда типа я обычно использую sudo John. Дальше Word List. Дальше нужен как бы путь до файла допустим RockU txt и собственно файл с паролями пас там txt допустим. В общем здесь указываем путь до файла с паролями ой тьфу до файла с вариантами паролей да то есть до словарика а здесь указываем файл в который загружаете вот эти хэши. значит я не знаю как здесь вообще считается но как бы пароль Джеймса мы и так знаем то есть вот он мы его узнали из вы можете сами попробовать лично у меня взломались вот этот пароль вот этот и вот этот пароль парадокса так и остался невзломанным к сожалению вот взламывались они кстати довольно таки долго я пробовал и на Raspberry Pi потом просто на видеокарте так сказать в основном компьютере довольно быстро все досчитал в общем кроме парадокса его пароль так и не был угадан вот остается раз два три четыре пароль Джеймса тут тоже почему-то учитывается хотя я не знаю почему ведь его-то мы не взламывали мы его и так знаем вот ответ четыре да у нас есть shadow файл и мы можем его попробовать взломать в общем получилось так далее идем нужно изучить код вот этого бэкдора так ну у нас есть собственно вот эта команда которая может нам помочь скачать эту программу и проверить ее давайте попробуем и так я перейду в каталог downloads так введу вот эту команду git clone и название вот этого репозитория так перейдем в ssh backdoor посмотрим что тут есть тут у нас backdoor ну судя по всему это экзешник build это скрипт для того чтобы скомпилировать или вот сетап для того чтобы настроить так main go ну-ка я попробую nano main go да ну судя по всему это как раз главный главный файл который там компилируется вот мы видим какие-то опции мы видим порт по умолчанию как раз 2222 давайте смотреть что спрашивают какой дефолтный хэш в backdoor дефолтный хэш ну здесь мы можем посмотреть вот есть переменная хэш string вот она собственно это у нас дефолтный хэш получается так окей что дальше вот из hard coded sold for the backdoor то есть тут какая-то еще соль есть видимо которая тоже прописана но опять же нужно просто посмотреть вот например password handler и у нас идет verify password хэш потом еще какая-то переменная непонятная и пароль давайте посмотрим что тут это verify pass pass что это verify pass какие там параметры вот функция verify pass она принимает hash sold и password string то есть второй параметр судя по всему это есть соль соответственно мы принимаем что вот это у нас прописанная соль это правильный ответ какой хэш использовал атакующий ну опять же мы смотрим вот на эту строку да это нам дает понять что это какой-то хэш вероятно очень похожий на тот что прописан вот плюс мы видим параметр что backdoor запускается с параметром а мы возвращаемся в текст и смотрим какие тут есть параметры есть параметр для определения порта интерфейса ключа fingerprint и вот параметр а он отвечает за хэш хэш для backdoor то есть таким образом атакующий вместо хэша по умолчанию он установил какой-то свой хэш вот вероятно нужно узнать что это за хэш такой окей the хэш using rocku and the cracking tool of your choice какой пароль ну здесь все просто на самом деле давайте я попробую значит во-первых сразу же скажу что вот этот вот хэш по умолчанию равен слову password вот но он нас не интересует потому что злоумышленник заходил под каким-то другим я попробую итак я создаю хэш .txt так в общем я вставил вот этот хэш но есть один момент давайте я для начала определю что это за хэш такой я использую хэш identifier так проверяем в общем скорее всего это либо SHA 512 либо virpul как вариант ну скорее всего это вот SHA 512 вот окей будем держать в голове что это SHA 512 также из исходного кода мы знаем что кроме хэша тут еще есть и вот это вот называется соль так что давайте попробуем я воспользуюсь hashcat help так здесь у нас есть параметр m который принимает значение как бы тип хэша и давайте посмотрим тут есть разные варианты вот например SHA 512 md5 sh1 так и вот например варианты SHA 512 1710 он он принимает как бы пароли в следующем формате пароль и соль то есть нам нужно вот этот вот этот параметр использовать единственное что здесь они почему-то пароли и соль разделены точкой а на самом деле они должны быть разделены двоеточием поэтому мы идем в исходник копируем эту соль идем в наш файлик здесь ставим двоеточие и соль так сохраняем y все мы сохранили теперь мы собственно запускаем так там 1710 да ну-ка так 1710 все окей значит я набираю хэшкэт здесь я пишу m 1710 можно использовать какой-нибудь вот из этих моментов например а0 а0 так значит файл с хэш и в конце мы пишем словарик user share wordless rock you так ну что если все правильно то оно должно сработать show to display them ну-ка да дело в том что я его уже таким образом взламывал то есть если вы допустим вместо двоеточия будете использовать точку то он выдаст ошибку что bad separator или типа того то есть плохой разделитель нужно использовать именно двоеточие но в общем этот хэш я уже взламывал да то есть вот он выдал результат вот этот хэш с такой солью дает результат новембр 16 16 ноября это и есть правильный ответ копируем это наш правильный ответ ноябрь 16 вот здесь в подсказках мы можем посмотреть что оно подсолено поэтому имейте ввиду что вы используете правильный как бы режим вот это также означает что сервисы типа crackstation не будут работать ну да я тоже попробовал сначала crackstation он действительно не работает вот ну в подсказках нам говорят то что воспользуйтесь значениями из переменных так ну и последнее последнее собственно мы должны узнать какое сообщение оставили на странице ну мы это уже знаем то есть вот так это все выглядит нам надо просто скопировать вот это сообщение кто кто собственно их взломал кто этот мерзавец так используя информацию которую вы получили до этого взломайте систему обратно ну окей давайте я воспользуюсь наверное nmap для nmap здесь мы можем увидеть что есть как бы ssh http и вот этот порт 2222 вот там что-то интересное но мы точно знаем что на этом порту висит backdoor это ssh backdoor поэтому мы к нему и будем подключаться как ssh на самом деле там может быть абсолютно любое имя но мы напишем например james как бы это не важно james можно написать root кстати без разницы собака вот этот ip и не забываем что порт у нас нестандартный так yes пароль ноябрь 16 вот мы попадаем как james несмотря на то что я вводил вот команду root мы попадаем все равно как james на самом деле тут не важно каким именем ты заходишь вот ты попадешь всегда как james вот используйте backdoor он проверяет только пароль да то есть имя не важно он проверяет только пароль соответственно мы здесь можем посмотреть где мы находимся ну вот картиночки вот собственно backdoor вот собственно ключи так в каком каталоге мы находимся это у нас james backdoor но нам здесь не надо переходим на в домашний каталог смотрим что здесь есть вот у него тут кстати suite bash есть очень интересно user txt cut user txt так вот мы получаем флаг пользователя так какой у рута флаг ну здесь все просто дело в том что did the attacker leave a quick way to get root against without a password ну на самом деле мы понимаем что речь идет про вот этот suite bash да который мы можем использовать да то есть dot slash suite suite bash с ключом p скорее всего да а черт начинается это с точки это скрытый файл точно вот мы получаем james james но теперь мы в группе root 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 вот как бы это первый вариант да тут файл начинается с точки то есть так то он скрытый но на самом то деле мы же знаем что sudo l так пароль james кстати прикол в том что по моему пароль james вот этот вот который мы знаем он здесь не работает ну-ка я проверю просто очень интересно что действительно не работает то есть нет каталога development через который заливался shell и не работает вот этот пароль который злоумышленник использовал то есть он не работает реально но мы все равно можем sudo su там же вроде sudo то без пароля нет все оно пароль ну что ж значит речь идет об вот этом suite bash то есть других возможностей нет то есть видимо перекрыли ну ладно че еще раз запустим suite bash с опцией p станем рутом перейдем в рут каталог посмотрим что в нем ну остается только взять кат рут тексты бам бам все готово в общем вот такая комната здесь анализ анализ файлов wireshark мне довольно мне понравилось дело в том что я до этого проходил комнату как раз wireshark она называлась так но она тут уже не отображается но в общем эта комната как раз посвященная программе wireshark и тому как там анализировать пакеты в общем после этого я решил пройти вот эту комнатку и она довольно просто как бы далась мне отфильтровать нужные порты нужные сервисы и просто посмотреть что да как то есть какие команды выполнялись вот что собственно происходило во время взлома ну вот такая комната надеюсь было интересно еще раз подписывайтесь приходите на стримы всем удачи спасибо